Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, дорогие братья и сестры. Нашему вниманию Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы читаем с 17 по 21 стих. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Слово Божие говорит о том, что Бог так сильно полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог хочет, чтобы мир спасен был через Сына Его, Иисуса Христа. Грех разделил человека с Богом. Господь Иисус пришел в этот мир, как свет, свет истинный, чтобы осветить сокрытое во тьме. Итак, свет светит во тьме. Во свете видны греховные дела человека, греховность человека. Мы читаем Евангелие от Иоанна, первая глава, с девятого стиха. Иоанн свидетельствует, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Почему многие люди не любят свет, а не любят грех? Написано, возлюбили тьму, те же, кто живет поистине, поступают по правде. Это тоже несовершенные люди, но это те, кто борется с грехом. Они не скрывают грех, они выносят его к свету. И если кто согрешает, исповедует грех, кается в нем, это есть свидетельство силы Слова Божьего. Апостол Иоанн пишет, Бог не послал Сына Своего, чтобы судить мир, но Он хочет спасти мир. И далее Он говорит, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Почему? Речь идет о реакции человека на свет Божий. Те, кто идут к свету, к Богу, и свет обнаруживает грех, и если они каются потом пред Богом, борются с грехом, удаляются от зла, убегают от него, Эти люди признают, что свет Божий истинен и справедлив. Но те, кто уходит от света во тьму, тот уже осужден. И этот суд состоит в том, как они отреагировали на свет. Отношение к свету определяет, кто есть кто. Злые люди бегут от присутствия света. Они не любят молиться, они не любят Слово Божие, они не любят общение со святыми. Присутствие Господа, человек, живущий во грехе, чувствует себя неуютно. Для общения с Богом нельзя скрывать грех или оставаться в нем. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна 12, 46, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во грехе». Вы скрываете грех? Что вы делаете, когда свет обнаруживает грех вашей жизни? Увы, некоторые люди годами живут в тайном, неисповеданном грехе. Но свет и тьма несовместимы. В Боге нет тьмы. Жизнь во тьме не имеет ничего общего с Богом. Мы читаем 1 Иоанна 1, 6. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И далее, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Хождение во свете – это путь освящения. Исповедание греха указывает на истинное спасение. Помолимся о том, чтобы ходить во свете, находиться осознанно в Его постоянном присутствии и поддерживать это общение через молитву и Слово Божие. Время молитвы – 21.00. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...